Здравствуйте, у меня пророчество о судьбе, гадание на картах для вас, дорогие стрельцы, на июнь 2024 года. И вот смотрите, что получается. Гадаем мы на картах и видим, оцениваем один из возможных вариантов развития вашей судьбы, развития событий. Остальные варианты, естественно, остаются нереализованными, они зависают, повисают в воздухе вокруг, как такие, знаете, голубые воздушные шарики. Вот думаете вы об этом или нет? Думаете вы о том, что судьба по большей части вариативна у нас? И, соответственно, вариативные предсказания, спорный вопрос. Заметьте, да, оговорочка, я сказала, что по большей части судьба вариативна, но в некоторых случаях, в исключительных случаях, и мы тогда говорим о неизбежности. То есть что-то есть такое неотвратимое, очень-очень предсказанное, такой, прямо, знаете, тяжелый рок, не в музыкальном смысле, а такой фатальный, самый настоящий рок. И, конечно, в карточных гаданиях, и в личных предсказаниях, и в общих это все видно. Когда судьба вот такая мягкая, гибкая, тогда такие же мягкие, гибкие младшие арканы выпадают. А иногда видно, что фатум давлеет над человеком, да, или над группой людей даже, хотя, вроде бы, в теории не должно быть такого, да, давлеет, давит фатум, и ничего не поделаешь. И видно, что уже с неизбежностью что-то такое идет, от чего не увернуться, от чего не убежать. Так я для чего с вами завела эту беседу? Такое домашнее задание, тема для нашей с вами дискуссии. Очень интересно пообщаться в комментариях. Напишите, пожалуйста, думаете ли вы, вот такой вопрос сегодня всем задаю, думаете ли вы, что проживаете лучшую версию вашей жизни? Лучшую, знаете, такую вот супер продвинутую версию вашей жизни, вашей судьбы? Или есть сомнения, или вам кажется, что вы какую-то средненькую версию жизни проживаете, а вот та самая идеальная ваша жизнь, о всех смыслах, что угодно включаете. Профессиональную реализацию, любовную реализацию, там, все что угодно. И она осталась в стороне. Очень интересно. Сколько, давайте посчитаем, сколько нас, ну, условно говоря, довольных жизнью, да, и не очень довольных жизнью. Лучшая версия судьбы или не лучшая, худшая, да, может быть, даже такие есть. У меня есть свои, конечно, мнения на эту тему. Зачем, не знаю, показываю вам вот эти карты. У меня есть редкая вот эта колода коллекционная, ограниченная, limited edition, венский соцессион. Кручу постоянно в руках прекрасные, оригинальные, редкие карты. Иллюстрации заслуживают вообще отдельных комментариев. Ну, непонятно, что с ними делать, потому что карты создавались не для гадания. Карты создавались для, там, ну, знаете, рекламных политических целях, целях политического, для политического пиара, как бы сейчас сказали. Но, тем не менее, давайте одну карту достанем, просто рассмотрим ее. Так, для разминки, на разогреве будет у нас венский соцессион, раз уж они мне в руки попали. Для стрельца в осоображении должно быть богатое. О чем-то вам эта карта скажет или нет? Не знаю, не знаю, очень по-разному, может быть. Тут уж хочу присоединиться, но я вот ни разу уже не стрелец, ведь прямо. У меня в стрельце что-то есть, какая-то планета. Ну, вообще-то, вот двоечка червовая вам выпадает. Так напрашивается, да, поскольку мы знакомы все-таки с теорией Таро, и какие-то, естественно, здесь есть аналогии отсылки. Червовая двоечка выпадает вам. Там эта карта по-любому про любовь, она про пару, про какие-то взаимные чувства, может быть, про возможность встретить даже вот такого идеального человека. В любой предсказательной системе, вот эта червовая двойка, ну или двойка кубков, да. Все это Таро, это всегда о взаимности, о каком-то равенстве, это всегда какой-то такой очень взаимовыгодный союз. Не обязательно, кстати, долгий, не обязательно вот счастливый в большом смысле, да, таком. Не обязательно кармический, не обязательно по судьбе, червовая двойка или двойка кубков – это все-таки, конечно, карта про чувства, про романтику, про любовь. Не знаю, как вы истолкуете ее для себя, вот, но она выпала от тебя. Кто знает, что делать с картами, с этими, напишите в комментариях, прям очень даже интересно, потому что знаю историю создания колоды, и так получается, что гадать-то на них нельзя. Ну, а зачем тогда я их купила? Конечно, гвоздь программы «Гигантская кровля». Мы с вами когда-то договорились, что когда гадаем на месяц, будут большие карты. Я имею в виду круг крупного формата. Почему-то так захотелось нам когда-то. А теперь уже отступать поздно. Настройтесь, помните, да, чем точнее вопросы к картам задаете, даже здесь в общем прогнозе, тем полезнее будет гадание, тем больше вы поймете, вот, услышите, уловите все, вот, что вам карты хотят сказать. Вот это вот очень важно задать вопрос. У вас же есть на июнь, кстати, поздравляю, у нас июнь впереди не успели моргнуть. После Рождества, да, глазки продрали уже июнь, теперь важно не моргать, да, чтобы снова Рождество не наступило. Ну, давайте вопросы, давайте будем разбираться. Хочется, хочется хорошую карту, очень хочется. Лето, маленькая жизнь, да, хочется эту жизнь на полную катушку как бы. Ох, ну вот такое вот начало. Начало скорее предостережения для Стрельца. Кто-то захочет с вами поругаться, и будут вас люди выдергивать. Ну, тоже, в общем, пятерка мечей, знаете, это карта таких провокаций. И она, амплитуда действия ее большая. То есть это от мелкой критики, мелких каких-то претензий, от которых вы легко отмахнетесь, до сильной ссоры, с которой потом до конца жизни не знаете, что делать. Всегда выпадает эта карта как тревожный знак такой, знаете, это вот такая сирена, что ли, как бы сигнализация. Есть люди, которые вами недовольны. Есть люди, которые вас не любят в буквальном смысле. Есть люди, готовые вот грубо говорить с вами. Почему-то они, ну, скажем, считают себя вправе вас расстраивать. Хуже, если это в семье, часто это, наверное, на работе. Ну, и вот этих людей надо как-то уметь игнорировать. Я думаю, стрельцам легче всего это делать. В общем, смотрите, мы начинаем с карты. Все-таки ссор, да, пятерка мечей. Просто, если нет в ваших планах ссоры, то, ну, и не ссоритесь, не отвечайте. Не отвечайте. Это легко, если заранее настроиться. Если заранее держать это в голове, ну, а карта предупредили. Далее для стрельца идет пятерка жезлов рядом. Вот эта парочка, вот эта парочка. Не скажу редко, кстати, они часто пары идут. Пятерка жезлов. Это такой лайт-вариант вот этой пятерки. Но когда они вместе, это, конечно, очень... Они друг друга потанцируют и очень сильно говорят, опять же, про одно и то же. Спор вас ждет. Вот в июне столкновение интересов, какая-то конкуренция, даже в любви, может быть. Ссоры, дурное поведение людей вокруг, ваше желание тоже с кем-то поссориться, с кем-то повоевать. В общем, это драка, друзья. Это драка. Стрельцы. Вы, конечно, победите. Кто бы сомневался. Но начинается весело. Июнь весело, весело у вас. Далее. Девятка жезлов. Призывает к... Ну, не терять контроль, а не терять бдительность. Деловая карта, карьерная, про дела, про экзамены, про, опять же, вашу победу над невидимыми и неведомыми противниками. Девятка жезлов. Ну, вот действительно советуют не сдаваться в каких-то сложных ситуациях, не слишком реагировать на среду, не слишком следовать чужим советам. Это очень единоличная, автономная карта. Один в поле воин. Мы привычно говорим, один в поле не воин. Есть такая пословица. Ну, и бывают исключения. Так окажется, что в этом июне вы один, одна против многих. Или, может быть, против всех. Но это же и интересно иногда бывает, да? Ждет вас трудное дело в июне. Трудное. Знаете, оно трудное в основном, потому что вокруг люди не помогают. И ангелы не способствуют. Все против вас, да? Против ветра. Идти против ветра. Вятр. На болгарском. Вятр. Ну, девятка кубков здесь как награда идет. Вот, знаете, путь к счастью тернистый. Через терник звездный. Девятка кубков – это уже момент отдохновения, радости. От удовлетворения, да, собственными какими-то трудами. Счастье. Вот прям буквально дорога, какая-то тернистая очень дорога к счастью. Не назову это победой. То есть девятка кубков – это не триумфальная карта. Она описывает как раз счастье очень понятное. Такое, знаете, которое либо есть, либо его нет. Вот какое-то такое оно по сути. Но это есть. Знаете, вот с большим боем вы можете сдавать какой-то экзамен или там стрессовое интервью на новую должность. С большим-большим боем. И в итоге свой подвиг просто идете отмечать с друзьями в каком-то хорошем ресторане. Это же девятка кубков – это карта застолий. История любовная такая же. Конкуренция злая, жесткая конкуренция. Я не думаю. Я всегда против того, чтобы любовь делать из любви, из романа «Поле боя». Да, вот это бороться за любовь, что-то сражаться за любовь. Мне кажется таким бредом. Но если для вас это применимо, то здесь, да, может быть, это борьба за отношения. Трудно привлекать внимание чьё-то. Трудно удерживать внимание чьё-то. А как награда, вот, пожалуйста, свидание и, возможно, вы вместе. Как здесь? Она подписана, видите, хаппинис, счастье. То есть понятные советы, понятный посыл для стрельца. Чем более обильно, смело, тучно помашете кулаками, тем более будете счастливы. Подвига ждут. Барон Мюнхгаузен. Знаменитый, известный. Я надеюсь, очень надеюсь, что известный всем всё-таки персонаж, да, литература. Барон Мюнхгаузен. Ну точно стрелец. Правда же? Вот эти карты, это любая его история, это вот эти карты. Вот, видите, помимо счастья, застолья, большого праздника, ещё и лёгкие деньги вас ждут. Ещё и какая-то весёлая поездка. И опять, кстати, четвёрка жезлов, праздник. Перемешается ваш июнь, сочетается с дракой и застолья. Застолья и драки, да. Что за свадьба без драки? Интересные карты. Нет пока старших арканов. Не могу сказать, что здесь какие-то сильно большие, прям вот судьбоносные события. Всё укладывается, в общем, в какие-то предсказуемые стандартные рамки. Но весело. Здесь вот нет места скуки. Не заскучайте, не засидитесь точно ни в каком болоте. Интересный, конечно, расклад. Четвёрка жезлов. Это карта денежная. То есть выгоды-то. Выгоды. Вот, смотрите, интересные люди. Никогда они выглядят особо корыстными, особо выгодолюбивыми. А живут лучше всех. Как у вас это получается? Вроде не гонитесь вы за деньгами, да, особо. Вот так вот. Не обвинишь вас в этом, да. А жизнь красивая. Всегда. У стрельца. Самые главные, мне кажется, потребители марочной одежды и обуви, и аксессуары. Это стрельцы. Далее. Вот. Старший аркана. Помянули мы. Вызвали, да. Дьявола вызвали. Заклинание, как будто какое-то произнесли. Ну, в таком окружении, да, с четверкой же жезлах он выпадает. Дьявол – это, конечно, знак больших денег. То есть, представляете, есть за что побороться. Вот это драка, вот эти споры, все. Это за прибыли, за премии, за большую зарплату, за, в общем, искушение деньгами идет. И оно какое-то достижимое. Если постараетесь, то очень даже свое получите. Дьявол – это деньги. Иногда лишние, можно так сказать, иногда лишние, иногда как бы незаслуженные упавшие, но тем не менее. Дьявол – это еще и страсть, знаете, такая вот большая привязанность, нездоровая иногда привязанность человека к человеку. Далее. Ну, прекрасно. Я думаю, вот на тройке жезлов здесь мы можем остановиться. Новые горизонты, легкость. Может, к финалу июня, да, к концу июня. Придумайте себе новое дело какое-то. Или возьмете за старое, которое давно бросили, там, макраме плести, например. Своё увлечение школьное возьмете за него. Тройка жезлов как будто бы завершает расклад. Очень на оптимистичной ноте. Много вам придется переделать в этом июне. Очень хорошо заработать. Многое получить. В общем, удовлетвориться. Но и самый главный плюс, что и на июль, на дальнейшие периоды, перспективы и дела тоже у вас найдутся. Кстати, забыла сказать, я их предупреждаю. В июне будет своей обитель Меркурий. Меркурий по знаку Близнецы перемещается от 3 до 17. Это может быть весьма-весьма выгодное, ловкое время для поправки денежного тела. Очень подходящее. Поэтому прекрасный прогноз. Получается, стрельцы. Всегда рада вас видеть на моем канале. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что верите моим картам. Увидимся.